Всем привет, с вами Читинские москвичи, а сегодня мы отправляемся, пускай не в авто, но все-таки путешествие, так что погнали! Стоим, да-да! Субтитры сделал DimaTorzok А мы уже на месте, это наш родной город Чита, столица Забайкальского края. В этом влоге мы будем в роли туристов. Последнее время на наш край брушилось очень много негативных моментов, мы же постараемся показать вам обратную сторону. Я уверен, что Чите есть чем удивить, что показать и чем похвастаться. Полет занял 7 часов, мы немножечко устали, так что поедем домой отдохнуть и увидимся с вами буквально через мгновение. А начнем мы наш влог из самого излюбленного места. Это Титовская сопка, сюда приезжают ребята просто отдохнуть и насладиться вот такими красотами. Влюбленные пары здесь оставляют вот такие вот замочки. Я, кстати, не знаю для чего это делают, наверное, чтобы любовь была крепкой и никогда не разрушалась. Пойдемте покажем вам эти пейзажи. Как вы видите, здесь у нас очень много сопок и все это можно увидеть. Вот здесь 360 градусов, вот так вот руками можно обнять наш город любимый. Ребят, это не самая высокая точка в нашем городе, хотя и считается обзорочной площадкой. Отсюда открывается вот такой вот вид на наш город. А мы знаем место намного круче, которое находится еще выше. Поэтому вместе с вами прямо сейчас мы отправимся туда и покажем вам, как город выглядит с высоты птичьего полета. Мне даже пришлось немножечко укутаться. У нас тут ветер, наверное, нас плохо слышно, но очень надеюсь, что вы прочувствуете ту атмосферу, которую чувствуем мы сейчас здесь. Мы уже сменили место самой остановки. На этом хребте можно остановиться с любой стороны и с любой стороны ты увидишь город. Очень интересно, что наш город находится в котловане. Вокруг него хребты и сопки. И вот именно с этой точки можно наблюдать, как наш город окутывают горы. С этой точки я даже могу увидеть свой дом. И это очень прикольно. В маленьких городах наше население города всего лишь 350 тысяч человек. И город сам по себе небольшой. Такого в больших городах вы просто не увидите. Не существует обзорочной площадки в Москве или в Питере, чтобы увидеть весь город на ладони с птичьего полета. Очень холодно. На самом деле тут ветер вообще абсолютно любое первое года. Зимой тут, наверное, вообще не поможет находиться. Наверное, скоро мы купим динамики, потому что мы очень часто попадаем в ветер. И наши влоги страдают по качеству звука. Надеюсь, вы что-то услышали. И очень надеюсь, что вам этот влог зайдет. Не забывайте ставить лайки, кстати. Особенно комментарии и подписку. Еще можно на колокольчик нажать, чтобы не пропускать наши влоги. Ну и это еще не все. На этой сопке находится бурятское место силы. Это на самом деле священная сопка. Я не буду вам рассказывать про то самое место, куда мы сейчас направимся. Потому что не сильна в этой теме. Но у нас будет отдельный день, когда мы поедем в Датсан. И приглашенный гость вам расскажет доли поперек, что это значит для наших местных людей. Поехали. Ребят, мы на месте. Тут очень шумно, поэтому нарезочка. Ребята, у нас следующий день в Чите. И сейчас мы приехали в Датсан. Наш Читинский. Читинско-Бурецкий Датсан. На самом деле до 2008 года Читинская область и Бурятский автономный округ, они существовали раздельно. Но в 2008 году нас объединили. Поэтому у нас очень много священных бурятских мест в Чите. И в принципе в Забайкальском крае живут практически 10% бурятов. Это Датсан, священное бурятское место. И я пригласила мою подругу, чтобы она нам рассказала побольше об этом месте. Я расскажу, пожалуйста. Всем привет. За нашей спиной находится Читинский Датсан. Это буддийский храм. В 2001 году началось освящение этой земли. И только к 2010 году построили полностью это сооружение. То есть из нескольких строений, можно сказать, большой комплекс получился. То есть до революции были абсолютно все разрушены буддийские храмы. Здесь проводятся службы хуралы по расписанию. Также проводятся разные церемонии и обряды для верующих людей. Здесь проводят обряды. Вы могли недавно в кадре наблюдать. Мужчина молился. Вообще по этому вокруг храма нужно пройти нечетное количество кругов. Можно один, можно три. Выходим в тот же круг и крутим. Это как обряд очищения. И идем дальше. Как вы можете заметить, тут везде такие специальные дорожечки на этом круге. Очень удобно проходить. И в принципе небольшое расстояние вокруг самого храма. Очень красивый. Эти ступы тоже священные. Здесь уже также производят молебен. Многие эти священные ступы были привезены из Улаунде, столицы Бурят. Этот сосуд-курильница, важная атрибутика буддийская, был доставлен к нам в город из города Улаунде. Ну, собственно, вот тут еще есть домик с бурятскими бузами. У нас в Чите это одно из самых основных блюд в рационе даже у русских людей, не только бурятов. И говорят, что вот именно здесь, в Дацане, делают настоящие бурятские бузы. И сюда съезжается весь город, чтобы пообедать или поужинать. Так что вот на заметочку места в Читинском Дацане, прямо в самом Дацане находится бузная. Еще их называют позу. Сегодня мы приобрели ходак. Это такой универсальный дар, который нужно будет повешать на какое-то место священное. И когда мы его покупали обычно, мы его складывали, близко к сердцу ложили и довозили до места, куда мы хотим преподнести его. А потом он уже, пропитываясь нашей энергией, мы его доставали. И таким вот образом, в развернутом виде, мы должны его преподнести и уже обвязать на какое-то место. Ну, вот сейчас мы место найдем. А пока мы ехали на Коновязь, девчонки решили остановиться там по своим делам. И я хотел сказать, что в нашем крае очень много японских автомобилей. Вот как вы можете наблюдать, тут стоит Чайзерс, тут стоит Марк. И каждый пятый чтенец ездит, наверное, на каком-то маркообразном автомобиле. Вот центр города, вот вы видите Мазда, Скайлайн, Алион, Время, ну там Мерседес. Но вы поняли, большинство автомобилей это японские праворукие машины. Пытаемся доехать тут до места, куда нужно привязать нашу ленточку. И встретились вот тут с такими огромными проблемами в виде просто гигантской лужи на пути. И возвращаемся примерно в то же место, где были вчера, только немножечко в другой маршрут. И вот тут такие вот лужи у нас. Тут дожди идут просто каждый день. Очень сложно куда-то добираться. Вот Саша проверяет камушком глубину самой лужи, чтобы понять, проедем ли мы на нашей машине. Как глубина, Саш? Можем мы поплавать. Так, ну это самое. Стартуем. Очень глубоко, но мы справились. Мой пукан просто сжался, иголку не просунешь. Вот такие дороги тоже бывают в Чте, но мы правда очень далеко от города и по каким-то просто окраинам. Как речка просто вытекла. Да, речка вытекла. Вот так вот тут добираемся, чтобы показать вам, куда и в какое место правильно привязать наш... Хадак. Как? Хадак. Хадак. Я вечно забываю это название. Не судите строго. Дороги тут разбитые. Теща больше нам, наверное, после этого ролика не даст машину. Да я бы тоже не дал. Мама, не убивай нас, пожалуйста. Но мы не зацепили, мы просто испачкали. Как бы аккуратненько, не торопясь, пачкаем автомобиль. Кажется, после наших приключений нам надо будет загонять машину на детейлинг. И вот мы наконец добрались до места силы и сейчас мы привяжем нас к Хадаку. Нужно о чем-то подумать, попросить и пожелать. Ребята, всем привет! У нас новый день в Чите и новые выключения. Как видите, мы сейчас сидим сзади в салоне автомобиля, едем на наши озера, на Ивано-Арахлийскую систему озер. У нас очень много в регионе озер, и поскольку у нас нет ни морей, ни каких-то там океанов и так далее и тому подобное, все наши читинцы и забайкальцы отдыхают на озерах. Это Арахлий, Тосей, Иваны, у многих там дача. Сегодня мы не исключение, едем отдыхать на базу отдыха на Арахлий и параллельно отмечать день рождения нашей подруги. Так что сейчас мы вам покажем, как эти озера выглядят вообще и расскажем про места, где наши любимые читинцы любят отдыхать. У нас очередная остановка. Вы сейчас, возможно, слышите звук монетки, которая выпала из машины, проезжающей по дороге. Это место сила, где люди по дороге выкидывают монеточки, привязывают ленточки, и все это делается для того, чтобы твоя дорога была удачной. И сейчас вам об этом месте поподробнее расскажет мой друг. Ну что, а вот и Володя, наш друг, который вам побольше расскажет об этом самом месте. Всем привет из солнечного Забайкалия. Сегодня у нас, правда, не солнечно, но так у нас 360 дней в году практически солнце. Сейчас мы находимся на месте, которое называется Местом Силы. Забайкальский край очень многоконфессионный. И изначально здесь присутствовали группы монголо-бурятских народностей, и у них, как правило, был шаманизм. В шаманизме имеет место поклонения духом, и такое место находится именно здесь. Мы находимся на вершине Яблонного хребта. Это Великий водораздел, который сочленяет три бассейна Великих рек Лены, Амура и Енисея. И это одно из мест, наверное, во всей стране, да и во всем мире такое, ну, очень мощное и сильное. Здесь находятся ленточки, как можете видеть. Висят ходаки синие. И, как правило, это место для поклонения. То есть, когда люди проезжают мимо, они бросают монетки, они вешают ходаки. И это все в дань уважения хозяину местности, так называемому духу местности. Когда люди проезжают мимо, они тем самым просят для себя хорошие дороги, каких-то удачных дел, чтобы все было хорошо. И таких мест достаточно много в Забайкальском крае. А мы уже проехали Тосей, за моей спиной озеро Иван. Володь, расскажи, пожалуйста, про Ивано-Арахлейские озера. В Забайкальском крае есть Иван-Арахлейский заказник, в котором находится группа Ивано-Арахлейских озер. Их шесть штук. Это Тосей, Иван, Арахлей, Ундугун, Шакша и Иргень. Самое глубокое озеро Арахлей, оно достигает глубины до 25 метров. И оно считается самым чистым. Из озера Иргень у нас берет начало река Хилло, которая в итоге все равно попадает в Селенгу, Байкал, в итоге в Енисей. Это то, что я рассказывал про Великий водораздел на Яблоновом хребте. Таких озер у нас, как я говорил, уже шесть. И озера на самом деле очень разнообразны, флора и фауны. Здесь очень хорошая рыбалка, достаточно много рыбы. Люди отдыхают. Здесь прекрасная природа и замечательные люди. Сегодня мы приехали отмечать день рождения моей подруги Леры. Приехали мы на Арахлей и уже находимся на нашей базе отдыха. А сейчас будем скоро заселяться. Арахлей — это такое очень излюбленное место отдыха для читинцев. Тут вся береговая линия, она усыпана базами отдыха различными. И это чуть ли не единственное место в Чите, куда летом можно съездить, покупаться, а зимой просто насладиться природой, очень красивой природой Забайкали. Сейчас мы вместе с вами пойдем заселяться в наш домик, а потом отправимся на Арахлей и спросим Володю, знает ли он какие-нибудь интересные байки, факты про уже озеро Арахлей. Вот такой компанией мы приехали сегодня на Арахлей. Это Яна, Яна по-моему, шрухой. Это Лера, наша именинница. Там сани, и тут меня пытаются давить. Ну все, наконец-то идем заселяться уже в наш домик. База называется Лагуна. Тут очень много домиков двухэтажных на большие компании. Так что сейчас покажу вам, как наши читинские базы отдыха выглядят изнутри. Ну вот, собственно, мы дошли до нашего домика. Вот такой двухэтажный красавец. Пойдемте, зайдем внутрь. Лера нам проведет экскурсию. Вот, перестановка. Ну вот тут, там, кровать, конечно, все. На этом. Экскурсия от Леры. Мы, на самом деле, были тут в сентябре. И тут много что изменилось. Например, заменили диван. Состояние предыдущего было не очень. Сейчас я поднимаюсь на второй этаж. Там у нас спальные места и балкон, откуда открывается. Прикольный вид на саму базу отдыха. Собственно, вот так это все выглядит. Очень просто, но постельное белье и, в принципе, место для отдыха абсолютно адекватно. Адекватно в соотношении цены-качества. Вот я уже на балконе. Эти штучки, наверное, вечером светятся. Там вон сидит Саня. Сань, помахай рукой. Это Саня. Ну что, мы пошли разгружаться. Накрывать на стол. Потом пойдем вместе с вами уже в озеро Арахлей. А мы уже добрались до озера Арахлей. Володь, расскажи нам какую-нибудь интересную историю. Может быть, байку. Есть легенда, что озеро Арахлей связано с Байкалом. Какими-то подземными туннелями и водами. И что на Арахлее поднимаются волны до двух метров неожиданно. Ну, такое вроде бы как правда было. Но сам я такого никогда не видел. А есть реальная история, что в 70-80-х годах прошлого столетия тут была поймана щука около пяти метров длиной. Это правда очень много. Но на вкус, наверное, она была как трусы старого китайца. Но просто сам факт, что она такого размера, это просто великолепно. Вот такие истории, дорогие друзья. Ну что, ребят, наш влог подошел к его логическому завершению. В начале влога в аэропорту мы сказали, что хотим показать Читу с другой стороны. Не так, как сейчас миллионные блогеры на ютубе снимают и рассказывают про самое плохое, что тут есть. Наш город очень интересен и очень развит в этническом плане. Тут проживают не только русские, но и буряты, монголы, китайцы и так далее. Поэтому в Чите всегда можно найти интересные места. Большое спасибо всем нашим друзьям, которые принимали активное участие в нашем влоге и за бесценную информацию, которую они с нами поделились. Хотелось бы в конце сказать, что я безумно люблю и горжусь своим городом. Городом, где я выросла. А я хотел добавить пару слов от себя. Любите, цените и уважайте свой родной край. А с вами были Читинские москвичи. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, обязательно комментарий. А мы с вами увидимся, когда увидимся. Пока-пока.